Приближается Шаббат, а я говорю о Матери Мира. Ностердамус называют Даму. Еще Матери Мира. Ну, расклад понятен. Нужно о Таро поговорю, хотя эта тема такая скользкая, конечно, для верующих людей. Но Матери Мира — это же второе слово важно, не первое, что Бог хочет мир на земле сотворить. В Библии так сказано, об этом говорит Бог, что Он это будет делать на земле, что Он будет разоружать страны. Матери Мира. Вот какой смысл этого слова. Но многие этим интересуются и гадалки тоже. Ну, конечно, у них такие красивые карты, такие красивые колоды. Их так много разных там оракулов. Карты кто-то рисовал, веками производил на свет. Ну, я знаю, может меня верующая судить, очень даже интересная информация. Вот последняя выпала. Первая карта — это гробы и воскресшие там. О, аллилуйя! Мне понравилось. Правда, она себя называет ведьмой, но, в принципе, ведьма — это ведомые, да? Кем ведомые? Тоже другой вопрос. Вот. Но все равно. Все так банально. Все так банально. Просто хочется мира. Они все этого хотят. Я в предыдущем посмеялась. Сегодня мама спала. Из текста песни, которая посвятилась хорошему человеку. Мариночке. Почему у меня такое настроение? Потому что люди хотят вечности, люди хотят парить, люди хотят покоя, чтобы не есть и не пить, ничего не делать. Я не знаю, что они хотят. Вообще сам не знаю, что хотят. В реинкарнации мы не верим. Дальше о чем говорить? Но! Почему я так говорю? Почему так много говорю? Потому что на самом деле мы все ходим в болезни и ножа. Бог-то хочет много обратить к себе людей, а они отворачиваются от него. Бог-то хочет, ну, познайте истину, она вас делает свободными, а они отворачиваются от него. Бог-то хочет, чтобы люди поняли, что жизнь в теле, и она не проста, что нельзя искушать Бога ни в коем случае. Нельзя искушать Бога, потому что если ты будешь делать что-то не так, ты погибнешь, ты умрешь, понимаешь? Может, ты воскреснешь, но ты потеряешь жизнь, ты потеряешь течение, понимаешь? Я не знаю, почему так все сложно. Я не знаю. Я говорила церкви, я не зря же говорила. Я же могла сразу где-то там родиться и говорить в Ютубе. Ну, я же говорила церкви. Там был второй пророк, который говорил о реинкарнации. Должна была истинно распространяться. О конце света. Какой он? И вообще, что жизнь здесь, на земле, что нету тех небес, которые рисуют нам в песнях тоже. Ну, не может быть человек, звёздочку превратиться. И это его вечность. Ну, я не знаю, почему я должна это объяснять. Это же глупости, тексты такие сочинять. Я просто объясняю, что жизнь на земле. И поэтому мы должны быть мудры. Одна из мудростей – это почитать Бога, святить субботу, почитать отца и мать и дальше не грешить, не убивать, не воровать, не лгать, не желать ничего, что есть у ближнего. О чём я ещё это делала? О таких грехах. Вроде так сложно? Не прелюбодействуйте. Именно не прелюбодействуйте. Потому что, оказывается, мужики не прощают с жёнами измены. Я факты говорю. Я факты говорю. Да. Мне Бог показал через родственников. Я не знаю, как женщины мужики не прощают. Мне женщины, наверное, прощают. Я же, когда была замужем, мне как бы открылось, что он изменил меня. И я как бы, знаете, так простила. Ну, если бы это была реальная измена, как моя одноклассница застукала мужа с любовницей дома. Это самое страшное. О чём дальше говорить? Измена. Это самое страшное. Это предательство. Люди это не прощают. Жена Алла, это Валерка, она сразу рассталась с ним. Всё. Никакого прощения. Всё. Я думаю, что это самое страшное. Измена. Поэтому наш мир, он рушится из-за этого. Потому что Бог создал пары, создал семьи. А люди не прощают измены. Поэтому нужно очищать всё. Очищать мысли и взывать к Богу, искать истину, занимать себя чем-то. Понимаете? Занимать себя чем-то, чтобы только не смотреть на других женщин, на других мужчин. Иначе вечности не будет. Иначе мы все погибнем. Понимаете? Если мы не будем сейчас правильно учиться. Если не будем здраво рассуждать. Ну, вот мой дядя покойный. Он женился на моей родной тёте. Ну, в смысле, на моей мамочке. Старшая сестра. Вторая жена. Дядя Ваня. Вот дядя Ваня не простил свою жену. Первую. Которая ему извиняла. Развёлся с ней. Потом у папы моего. Дедушка мой родной. То же самое. Недавно узнала, кстати. Он рано умер, потому что на войне подорвал здоровье. В Финляндии в снегах воевал. В снегах спал. Так вот. Так он тоже. Моя бабушка родная. Это его вторая жена. Вот тебе карты Таро. А люди что бы придумали? Женщины привлекают к себе мужчин таким образом. Да? Вожущаются к ведьмам. Чтобы они сердце его повернули. Любимого человека. Дорогого человека. Любимого человека. Но если он любимый человек, то почему не отдать эту ситуацию Богу? Ну почему не отдать эту Богу? Что человеку этот доверится. Что человек, он будет с тобой. Знаете, лучше, чтобы время прошло, но он остался с тобой. Мне сейчас показывает Бог, что вот судьбы одиноких людей. Вот у меня вокруг много одиноких людей. Много разойдет. Но понимаете? Но судьбы эти, они под конец времен будут складываться. И зачастую будут пары, не те, которые ты вот сейчас вот нашел там какую-то новенькую или молодую, а того человека, которого ты хорошо знаешь. А он окажется твоей судьбой. Понимаете? Вот такая вечность. Почему так все сложно? Именно потому что рождаемость заканчивается. Потому у меня много родственников одиноких. Понимаете? Хорошие, порядочные люди. Но они одиноки. Именно потому, чтобы у них не было детей уже. Понимаете? Чтобы они уже попозже женились. Много холостых женятся попозже. Это все признаки последнего времени. Я говорю, почему так много разводов? Огромные проценты разводов. Гражданские браки вообще практически не сохраняются. Говорят, проценты очень маленькие. 60% разводов. 80% даже меньше. 8% только остается в гражданском браке. Все остальные расстаются. Почему так все происходит? Бог хотел такого? Нет. Он именно показывал. Что все. Давайте, давайте. Смиряйтесь с тем, чтобы жили наши семьи. Рождаемость. Заканчивается. Вот в чем мир. Вот в чем покой. В истине. В истине. Понимаете? Не надо меня перепирать к стенке, говорить, не рассказанным об этом. Не надо. Потому что она и есть. Это истина. Понимаете? Да, я очень непонятливая. Не для родственников. Я рассказываю в каждом эфире, как меня не принимают мои родные. Насколько они меня осуждают. За что мне осуждать? За то, что меня Бог избрал для... Не могу назвать это благовестием. Да. Для истины. Но истина же написана в откровении. Но написано же все сложно. Иисус же предупреждал. Понимаете? Но есть эгоисты, которые... Им изменить все равно. Чуть не выругалась. Им все равно, кто спасает всех семей. Главное, чтобы они куда-то попали непонятно куда, правда. Поэтому им наука не нравится вообще, в принципе. Поэтому Земле шесть тысяч лет. Да, мне открыла Земля. Мне открыла Земля. Аллилуйя. Вот старая планета, звезда самая старая. Уже Бог открывает все. Он открывает истину. Я должна молчать. Скажите, я должна молчать от скромности. Да? В этом правда. Лучше молчать, да? Правда? Мне понравился последний расклад Таро. Как она говорит, что настолько сложно человеку, потому что он не знает, что избрать. Или молчать, или говорить. Это про меня. Мне сложно. Мне надо 300 лет кого-то получать. Почему меня Бог только избрал? Другой вопрос. Почему? Он же мог священникам доверить церкви и таким образом спасать человечество. Почему так получилось? Почему? В принципе, я же верю в Вечность. Верю, что ни одна планета спасается. Почему так происходит, что через одного человека будут говорить? Почему? Кричать должен. Что все сложно. Белая ворона. Я не знаю, какая ворона. Одна. Многие Христы, многие о себе высокого мнения, что они такие хорошие, такие порядочные. Что Бог им что-то доверил. Всю истину, вся информация, она вся у них. Вся честность, вся праведность. Если бы они знали, что надо открыть тайны. В откровении написано, что открыты тайны. Всем печати сняты. Помолчали бы. Будем бы, кстати. Продолжение следует. Удачи.